Стало традицией Дня Победы шествие бессмертного полка с фотографиями участников войны. В этом году в условиях режима чрезвычайного положения празднование 75-летия Великой Победы проходит в онлайн-формате. И Жасампас Жасах продолжит шествие онлайн. Инициатива областного кемата нашла горячую поддержку среди козлординцев. Лето 1941 года для моего отца Науша Абдекалыкова, который только закончил школу, этот год тоже стал одним из самых трагических. Он был мобилизован на фронт в самый разгар войны в марте 1942 года. В составе 279-й гвардейской стрелковой дивизии дошел огненными тропами войны до Кёнигсберга. За мужество и героизм был награжден орденом Красной Звезды. Подвиг наших отцов во имя мира – пример для нас. Никто и ничто не забыто. Это видео-воспоминание руководителя региона Гульшары Абдекаликовой о своем отце-фронтовике Науша Абдекаликове. Оно открыло масштабный онлайн-проект «Жасампас Жасах» на сайте областного кемата. Сотни козлординцев, и взрослые, и дети, также пожелали рассказать о боевом пути своих отцов, дедов и прадедов. Атта! Он был живой свидетель той войны. Его парадный китель увешан боевыми орденами и медалями. Когда началась война, ему было всего 18. Но он с честью выполнил свой долг и после войны продолжал стоять на страже мира. А это трогательное видео-воспоминание опубликовали правнуки солдата Великой Отечественной Калкабая Абенова. К съемкам ролика они подошли очень творчески. Снимался мини-фильм о героическом дедушке в семи городах Казахстана и России. Потомки фронтовика рассказали о боевом пути Калкабая Ага, который начался на Курской дуге. Он форсировал Вислу и Одер, освобождал Варшаву и брал Берлин. За мужество Калкабая Абенов был награжден орденами и медалями. После войны он стал журналистом. В 18 лет он был главным редактором Козлординской областной газеты «Ленин Жолы». Он честно, верой и правдой связал своему народу. Пожалуй, нет семьи, которая не коснулась бы своим черным крылом та война. Потомки поколения победителей гордятся их ратными подвигами. Сегодня о героизме солдат Великой Отечественной рассказывают уже правнуки. Историей Бигбая Акмамбетова поделилась его внучка. Фронтовик участвовал в боях за Украину, Прибалтику. Дважды был ранен. Он прожил всего 47 лет, но сделал много для родного Сулутубе. У Нурислама Жанабергену Л воевали оба прадеда Алтынбай Елеов и Нуралы Абдекеров. Они для юного Нурислама – пример самоотверженного служения Родины. Правнук гордится и равняется на них. Вдова Ешмурата Тиешпаева передает потомкам фронтовика память о нем. Каждый правнук с малых лет знает о своем героическом дедушке и по праву им гордится. Сегодня Абдрахману Байтыкову 96 лет. На фронт он ушел с 17-летним парнишкой, прошел всю войну и живым вернулся домой. Сегодня он окружен любовью и заботой своих детей, внуков и правнуков. Капшак Калет Илеовов тоже из поколения победителей. Участвовал в боях за Украину. О его ратных подвигах рассказала внучка. А на этих кадрах гордо рассказывают о Нурисбаеве-Мысыкпаеве правнуке фронтовика. Очень красивое видео воспоминание записала внучка Тури Мурата Баймаханова. Он ушел на фронт 18-летним парнишкой. Участвовал в боях под Кёнигсбергом. Награжден медалью за победу над Германией. Если собрать все воспоминания участников онлайн-акции, можно опубликовать целую книгу о козлординских фронтовиках. На сегодня собрано уже несколько сотен видео. Каждая из них проникнута гордостью, любовью и благодарностью. Наша цель – увековечить подвиг наших героических отцов и дедов и на их примере воспитывать подрастающее поколение, чтобы внуки и правнуки достойно продолжали их дело, стояли на защите своей земли. Онлайн-проект «Жасампас Жасакл» вновь доказал – подвиг солдат Великой Отечественной навечно в благодарной памяти их потомков. Никто не забыт, ничто не забыто. Кристина Алмаз, Кузе, Ержан Таженов, телеканал «Козлорда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова